Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что сегодня принимаете участие в панельной дискуссии, которая была организована достаточно оперативно, но международные события сейчас развиваются настолько стремительно, что зачастую приходится буквально с колес организовать панельные дискуссии и, как говорят в Украине, я думаю, не только в Украине, но и в Грузии, сверять свои геополитические часы. Итак, уважаемые друзья, я хотел бы представить вам друг друга. Я уверен, что вы друг друга знаете, но тем не менее. Виктор Кипиани, руководитель аналитического центра того, что на Западе называют Think Tank, Геа Кейс, также является адвокатом, руководителем крупной юридической компании в Грузии. Николос Вашакидзе, господин Вашакидзе был заместителем министра иностранных дел, заместителем министра обороны, занимал ряд серьезных должностей в государственном аппарате Грузии. Амиран Хитсуриани, доктор политических наук, профессор Тбилисского технологического университета. И к нам еще присоединятся два спикера, как только они присоединятся, я их представлю. Говорим мы сегодня на две темы, которые очень хорошо корреспондируются друг с другом. Первое – это визит президента Украины Владимира Александровича Зеленского в Соединенные Штаты Америки, который состоялся буквально вчера и позавчера. Была встреча с президентом Байденом. И также были подписаны ряд документов, насколько они были декларативны, насколько реально мы с вами разберем. И вторая тема, которую я хотел бы обсудить – это доктрина постсоветского пространства, которая, собственно, все 30 лет так или иначе присутствовала не только в теории, но и в практике международных отношений. И наши страны, именно Украину и Грузию, рассматривали как часть постсоветского пространства. Недавно министр иностранного дела Украины господин Дмитрий Кулеба призвал западные страны отказаться от концепции постсоветского пространства просто в силу того, что она себя уже не оправдывает. И Грузия, и Украина показали себя как электоральные демократии, где присутствует принцип сменяемости власти. Собственно, необходимо дать шанс Украине, Грузии и Молдове плотнее интегрироваться с Европейским Союзом. Вопрос Виктору Кипиани, руководителю аналитического центра Геокейс. Виктор, вы слышали господина Вашакидзе. Согласны ли вы с позицией господина Вашакидзе? И что необходимо делать нашим государствам, чтобы все-таки вывести ситуацию в хорошем смысле на нашу сторону? С тем, чтобы действительно, наконец, Запад сделал уступки и дал конкретные ответы на конкретные вопросы, которые мы уже задаем, ну, как минимум, начиная с 2008 года. Спасибо, Михайло. Ту позицию, которую озвучил мой уважаемый коллега, эта позиция мне не только, по сути, понятна, но и принципиально приемлема. Скажу вам буквально в двух столах, что вообще вот этот подготовительный период, о котором говорил господин Вашакидзе, вот этот процесс перед визитом, он в определенном плане нагнетался украинской стороной. Я думаю, что это тот принципиальный вопрос, который стал более злободневным после афганской драмы. Когда уже в западной литературе, в западной политической литературе и коммуникациях появился вопрос такого нериторического характера. Насколько Соединенные Штаты будут подвержены, то есть верны своим союзническим и партнерским отношениям по отношению к целому ряду стран. Поэтому, вот когда я говорю, что украинская сторона нагнетала ситуацию, я думаю, что это нагнетание было в меру, это нагнетание было абсолютно правильно, акцентировано, абсолютно своевременно. В целом, в ряде случаев, ряд украинских руководителей вопрос ставил ребром. Может быть, не очень комфортно для наших западных партнеров, но тем не менее, для меня лично это была абсолютно правильная постановка вопросов. Я признаюсь вам в одном. Пару лет назад я выступал, я не был особым ряным сторонником тандема Украины с Грузией. Я думал, что наши страны, я предполагал, по крайней мере, по той позиции, наверное, так оно и было, что наши страны предлагали разноскоростную модель, я бы так сказал, более дипломатичной интеграции с евроатлантическим обществом. И мне показалось, поэтому я упомянул это слово признание, что тандем с Украиной для нас был в какой-то степени определенным бременем, определенной обузой. Вот в последние годы меня привели к такому выводу, я пересмотрел несколько, так сказать, свое видение, хотя пересмотрел в силу ряда поменявшихся обстоятельств. Я думаю, что сегодня украинская сторона выполняет очень нужную роль, так называемого глашатая, вот этого самого постсоветского пространства. И я скажу еще вам, сформулирую в таком плане, что визит президента Зеленского в Соединенные Штаты, это не только визит главы украинского государства и зондирование украинских интересов. Я бы это в равной степени приобщил бы грузинской тематике, потому что тот самый злободневный и насущный вопрос, где четкие, необходимые, адекватные и своевременные контуры западной политики касательно нашего региона, я думаю, что этот визит в данном плане, конечно, невозможно, чтобы мы ожидали четких ответов на все вопросы, но, по крайней мере, шаг сделан в нужном направлении. Поэтому и еще один момент, который ради объективности стоит упомянуть. Я думаю, что этот визит в равной степени был необходим и Вашингтону, потому что именно вот особенно после Кабульской эйфории, скажем так, Вашингтону нужно было хотя бы посредством этого визита подчеркнуть, что так называемая модель ПАКС-Американок, которая, в принципе, является одним из источников и фундаментов мирового порядка после Второй мировой войны, она пока еще, так сказать, считается действенной. Поэтому я думаю, что в каком-то плане, конечно, повестки дня Зеленского и Байдена отличались, я думаю, что декларирование определенных принципов, демонстрирование определенного подхода даже в равной степени нужно, необходимо было американской стороне. В общем, в целом, поэтому я ограничусь моим комментарием, что этот визит имеет сугубо такое важное политическое значение и абсолютно согласен с оценкой заявления. Честно говоря, пройдясь по этому заявлению, я скажу вам очень откровенно, как моим украинским коллегам, у меня возникло определенное чувство зависти, потому что некоторые вопросы, целый ряд вопросов, проработан до такой степени. Конечно, мы еще правее ожидать, насколько удачна будет имплементация, но на фоне заявлений проработан на таком уровне, что я бы желал бы, так сказать, такой же проработки на данном моменте между Грузинами, в отношениях между Соединенных Штатами Грузии. Виктор, короткий вопрос. Не кажется ли вам, что тот документ, который мы увидели, следует понимать так, два пишем, три в уме, либо, как говорил известный министр иностранных дел времен Республики и времен Империи Шарм-Алис Толеран, язык дан для того, чтобы скрывать свою мысль. Не кажется ли вам, что то, что, условно говоря, выписано на документе, еще даже в случае, если оно будет имплементировано, никак не приближает Украину к НАТО? Знаете, давайте скажем так, не только политический документ, но юридический документ, но юридические документы имеют, носят контекстуально... Но это же, простите, Виктор Петрович, это же нон-байдинг документ, да? Я к этому сейчас и иду, пытаюсь развить свою мысль, что не то, что политические декларации, а мы сейчас имеем дело именно с политической декларацией, это декларация намерения, это декларация пожеланий, так что не только политические декларации, но и сугубо технократические, юридические документы имеют целый ряд так называемых кавиец, оговорок, провиза. Поэтому я сейчас не хочу слишком вникать в детали, может быть, это моя профессиональная, так сказать, заболеваемость, заболеваемость, но читая этот документ, конечно, такие, так сказать, оговорки, такие экскюзы возможные, конечно, увидел, но, но, давайте скажем так, любой дом строится с фундамента, и когда мы сейчас говорим о новой вехе в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, а это действительно новая веха, потому что история нам предлагает более тяжелые страницы этих отношений, эта декларация, она крайне, так сказать, важного психологического и идеологического значения, еще раз повторюсь, Михаила, не только для Украины, но и для нас. Виктор, знаете, я внимательно следил за вашей мимикой, я вас уже знаю несколько месяцев, хоть пока заочно, неочно, надеюсь, мы в скором времени увидимся, но вы, как опытный адвокат, у вас всегда, знаете, такой покер-фейс, беспристрастная, безэмоциональная, но когда говорил господин Фараджилах, в какой-то момент я увидел, вот ваша мимика выдавала некое несогласие, и это, мне кажется, касалось все-таки позиции США, о том, что у США есть, скажем, принципиальные интересы, и они важнее ценности, скажем так, интерпретируя слова господина Амахамада. Вы не согласны с этой позицией? Если вы хотите внести сейчас интригу, ну я же журналист, вы знаете. Да, 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 и противопоставить. Кстати, для меня это первый случай, я слушал несколько выступлений по Ютубу нашего уважаемого участника, и мне очень приятно присутствовать, принимать участие вместе с ним на одной панели, поэтому это моя мимика абсолютно, это сайт... То есть это мимика счастья, правильно? Было такого благочестивого характера всего лишь. Тебе что касается... Нет, знаете, я, честно говоря, у меня такая реакция, такая позиция по этому вопросу. Да, конечно, сегодняшний мир, он уже без идеологии, это противостояние за влияние над географиями, ресурсами, поэтому это даже сейчас сегодня, когда говорят о реплике холодной войны, к примеру, между теми Соединенными Штатами и Китаем, это абсолютно другая модель, это абсолютно другая формула, это не Советский Союз и Соединенные Штаты. Конечно, и тогда было влияние за пространствами, но это влияние, так сказать, подпитывалось идеологией, эта идеология была абсолютно понятна как с одной стороны, так и с другой. Другое дело, что Сауэта дликая, просто она хорошо, так сказать, хорошо пакетинг, да, хорошую обертку завертывала, как с одной стороны, так и с другой. Теперь насчет Афганистана, у меня просто вот буквально короткий комментарий, потому что некоторые участники ждут своего череда. Афганский пример. Конечно, с афганского примера нам надо делать полезные выводы, но я думаю, ни в коем случае этот афганский пример нельзя обобщать. Особенно нам, Украине и Грузии. Я вам объясню, почему. Во-первых, я не вижу глубинных причин для этого. Наша формация наших обществ, как политическая, так и социальная, так и экономическая, она кардинально другого характера, чем афганская формация. Поэтому как-то вот копировать и копипестом переносить афганский пример на украинский пример и грузинский, типа того, что поступят ли нам с нами тем же самым способом. Давайте так утрированно, брутально поставим. Постой, кинут ли нас? Я думаю, что вот такая постановка вопроса не имеет под собой естественной предпосылки в силу различий между афганским примером и нашим. Это раз. И второй момент. Мы как-то говорили с вами в одной из передач. Нам, украинцам и грузинам, нужно очень осторожными быть в оценках, потому что сейчас нам не надо впадать в эйфорию, в моду, так сказать, я не скажу антиамбриканских заявлений, но как бы еще раз, так сказать, с другими, вместе с другими, размывая основы западной демократии и западного мироустройства. Мироустройство, которое далеко не идеально, мягко говоря, но мироустройство, с которым мы, украинцы и грузины сегодня, связываем свои стратегические ожидания и свои тактические намерения. Поэтому нам нужно очень, знаете, есть такая грузинская поговорка, что, значит, новорожденного не нужно вместе с водой, так сказать, не знаю, как по-русски вот смыть, да, вот нам нужно очень, так сказать, четко проявить все грань, что критика и объективность, но эйфория, мы как-то должны вот соблюдать определенный грань и баланс между этими двумя, двумя экстримами. Спасибо. Вот смотрите, я являюсь убежденным сторонником евроатлантической интеграции Украины. Я вам говорил, я монографию сдавал на эту тему, писал диссертацию на тему истории европейской международной экономической интеграции с начала 19-го столетия. Публично всегда поддерживаю евроатлантические устремления Украины. Но вот я стараюсь быть максимальной объективной. Максимальной объективной. И мне кажется, что это очень важно, потому что когда мы демонстрируем, что у нас есть объективная позиция, мы скорее можем чего-то добиться от наших союзников. Когда мы говорим о той экономической помощи, которую нам предоставляет США и Европейский союз. Вот вроде бы в абсолютных величинах это большие средства, большие средства относительно наших бюджетов. Но когда мы видим, сколько Соединенных Штатов Америки потратили на Афганистан, на историйство Афганистана и современного государства, и сколько Соединенных Штатов Америки, например, потратили на помощь Украине в условиях российской агрессии, в условиях оккупации, аннексии украинского Крыма, в условиях оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой области. Но честно, мне удивительно, почему Соединенные Штаты Америки не вкладывали все эти годы лучше деньги и в Украину, и в Грузию, и в Молдову. Все-таки Соединенные Штаты Америки всегда отличаются тем, что это абсолютно здравая, системная, успешная нация с правильно функционирующими институтами, и во многом США является брасщиком для наших стран. Так почему Соединенные Штаты Америки, они вкладывают баснословные средства в Афганистан, но при этом в сравнительно небольшие инвестиции в наши страны? Почему так происходит? Михаил, я уважаю ваше отношение ко мне, что настолько острые и комплексные вопросы вы ожидаете от меня таких же четких ответов, но очень часто их обозначить сложно. Давайте я вам отвечу следующим образом. Знаете, вы сейчас мне напомнили мою молодость, когда существовал еще Советский Союз, а при Советском Союзе, как вы помните, была такая партия, называлась она Коммунистическая партия Советского Союза. При Коммунистической партии Советского Союза было высшее политическое звено это Политбюро. Так там были члены Политбюро, а были кандидаты в члены. Вот сейчас вы мне поневоле напомнили, что вот эта будущая бифуркация, скажем так, западного мирового порядка, который держится на полном членстве в Политбюро и кандидатах в члены Политбюро. Так вот, наверное, уважаемые члены Политбюро, перечислять не надо, понятно их лица и так далее. То есть мы в Украине уважаемый член Политбюро, а мы кандидаты? Нет, я думаю, что Афганистан даже в членах не чистился, но вот мы, нам в Украине, в Грогозии перепал, так сказать, так называемое членство. Но такое хроническое членство, я боюсь, оно действительно хроническим не осталось бы, потому что вот эта бифуркация иногда мне чувствует, иногда у меня такое возникает, такое ощущение, что вот это деление на постоянных учителей, учеников, оно как-то превращается в моду, хотя это может быть не столько мода, а может быть имеет под собой очень такие конкретные практические предпосылки. Это так, сейчас говоря, очень может быть пространно, хотя в то же время я хочу абсолютно не ради политического словца заметить, что если Грузия дошла до сегодняшнего дня хотя бы в том состоянии, в котором она находится, это именно при поддержке наших западных партнеров, при их политическом содействии, военном содействии, экономическом. Поэтому я думаю, что в этом плане у Грузии не должно быть чувства такого, быть обиженником на ситуацию, потому что и потрачено было и в финансовом плане, и в военном плане, и в моральном плане. Но давайте я все-таки вот такую концовку сделаю моего ответа. Скажу так, что, знаете, грузинский пример, это, наверное, украинский пример, я не хочу, чтобы он походил на такую ситуацию, когда нас постоянно держат на дистанции, хотя бы в силу того, что определенная часть дистанцирования наших стран от полной интеграции в западное пространство было вызвано, так сказать, необходимой мерой передышки, когда за нами присматривали и смотрели. А сейчас, когда, может быть, есть желание, нет уже реальных возможностей. Наверное, вот я всегда ставлю себе вопрос, вот будучи сидя в Брюсселе или Вашингтоне, при всех тех структурных проблемах, при всех тех структурных преобразованиях, может быть, преобразования, сейчас очень громко сказано, хочет реально запад расширяться назад, то есть, еще дальше на восток или создать таких желаний, может быть, в таком ограниченном пространстве, возможностей очень-очень-очень мало. Вот, знаете, вот, наверное, что вот этот вопрос, он, может быть, и гром поставлен, последний момент, знаете, для меня членство НАТО в НАТО или в Евросоюзе не является самоцелью, для меня НАТО, членство в НАТО, это возможность обеспечения большей безопасности для этой страны, и когда меня спрашивают часто, что для Грузии важно, я говорю, для Грузии важен грузинский эго-стандарт, стандарт эгоиста, это в самом хорошем понимании, то есть, если есть формула безопасности, если есть формула экономического благоплачия, независимо от того, с каким содержанием будет наполняться и первая составляющая, и вторая составляющая, для меня это приемлемо, если сегодня возможность больше времени представляет Евроатлантический союз, я вижу в этом совпадение с грузинским эго-стандартом, вот, наверное, это такой откровенный вопрос, хотя, особенно касательно того, что сегодня мир больше без идеологии, а жизнится на интересах, вот, для меня интерес это прежде всего служение грузинским национальным интересам, если эти интересы не оправдывают себя, так сказать, различным интеграционным процессом и так далее, я бы поставил под вопросы, поставил под серьезную критику, так сказать, тот или иной путь, дискуссия уже вплотную приближается к завершению, тем более кофе у Виктора Кипиани уже закончилось, это, знаете, такой знак, что уже нужно медленно двигаться к закрытию, спасибо в прошлом заместитель министра иностранных дел, Грузия, заместитель министра обороны, господин Виктор Кипиани, руководитель крупного аналитического центра Геокейс в Грузии, также адвокат, основатель крупной юридической компании в Грузии, Павел Шандра, депутат Одесского районного совета от партии Европейская солидарность, партия пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, с нами был также Андрей Рудык, политолог и Амиран Хевцюриани, доктор международных отношений, в будущем доктор политических отношений, в ближайшем будущем, сотрудник Грузинского Тбилисского технологического университета. Большое спасибо, коллеги, большое спасибо зрителям. Спасибо.